о друзья вот такой вот у меня маленький игровой недорогой игровой я имею ввиду не дни игровой он кстати чем прозрачный машина зеленым становится а именно он позиционируется как для гейм-стриминга и для некоторых таких моментов именно знаете для гейм-стриминга да и для записей игрового процесса например если вы там на ютюбе чего-то снимаете такие какие-то вообще достаточно интересный микрофон и вы знаете меня поразила цена почему у меня был на обзоре такой фисин к 658 по моему не помню уже он тяжелее в нем это сенсорная кнопка которая постоянно задал было я решил его сменить вот честно вам скажу хотя микрофон действительно неплохо мы послушаем качество записи неплохое хорошее вы могли посмотреть на него обзоры можете посмотреть на обзор но знаете что самое интересное в обзоре он звучал классно когда я начал его сравнивать с вот этим микрофоном на котором есть видите микрофончик отключается на котором есть усиление определенных частот которые которые вообще подходят нормально для гейм-стриминга то есть упор на высокие частоты вообще давайте о чем я говорю ссылка в описании под видео мы сейчас с вами посмотрим что по этой ссылочке он стоит 43 доллара 60 цента на момент съемки данного видео и он подходит для лэптопа у него есть юсб коннект мы обязательно распакуем посмотрите что они нам задвигают но задвигают потому что обычно пишут много чего интересного а потом получается немного теперь у нас есть выключение сенсорная именно rgb статус ну не знаете как tab to mute это значит нажми для выключения грубо говоря для молчания или для выключения микрофона короче и при этом еще и у нас rgb срабатывает он выключается внизу у нас есть gain control а встроенный антивибрационный вот этот вот держатель можно его легко на понтограф монтировать у него стандартное крепление плюс у нас очень прикольно что здесь есть под фильтр который мы немножечко оценим цена действительно сладкая потому что если брать допустим с тем фифином который осмотрел стоит на алишки 90 ну 100 долларов и честно вам скажу он звучит на свои 100 долларов но не так хорошо как этот как как-то так как для меня оказалось что у нас здесь еще интересного есть ну то что gain control control есть это понятное дело type a type c rgb подсветочка 192 килогерца действительно хорошая качество звука и антивибрационный ну слушайте супер отзывы хорошие вообще давайте наверное переходить на распаковочку но перед этим ребят подписываемся нажимаем колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие наши такие интереснейшие обзоры а наша цель сегодня оценить какой из этих микрофонов я оставлю потому что у меня дома black yeti и yeti ломался его хоть и починил я использовал на стримах он фонит он сейчас фонит я все-таки вот в поисках поисках на понтограф что-то повесить вот какой-то микрофон это кардиоидный микрофон наверное его оставлю потому что встроенный поп-фильтр мне радует и на понтограф yeti конечно для понтографа тяжеловат для моего по крайней мере но от вас подписчики сегодня конечно же прошу помощи какой из микрофонов мы оставим для эксплуатации в нашей студии и это будет основополагающим и потому что мы работаем именно для вас ну что переходим на распаковку амплигейм от fifin интересный вроде как микрофон 192 килогерца сэмпл рейд встроенная аудиокарта ну и конечно радиантный грубо говоря окружающий rgb lighting посмотрим что сейчас там за подсветка rgb вскрываем так есть у нас небольшая инструкция все в принципе четко упаковано стади как все доехала целенькая о знаете что есть вообще есть у нас поп-фильтр но уж эти и есть тренога очень компактно дело том что если бы вспомните мои мой обзор предыдущего офисе микрофона нам это все было в большей коробке если честно то есть будем смотреть тренога металл скажу сразу тренога металл ножки резинка вы нормальная тренога есть у нас type a на type c коннектор еще такой фирменный прикольный кстати кабель поп-фильтр и колюшка и сам сушен он легкий он легкий знаете почему потому что в предыдущем фифине который мы обозревали был металлическое тело а здесь пластик мягкий есть у нас gain control то есть фактически уровень громкости вот этот вот подвес который антишок он называется антишок подвес вот такая вот штука и можем поп-фильтр в принципе вот сюда вставляется видите здесь есть такая штука разговаривать вам придется таким вот образом сейчас мы еще закрепим посмотрим и крепление на микрофон вы можете его либо нам под на понтограф цеплять либо на вот эту вот самую треногу но вообще видите крепление одно у нас кардиодный этот микрофон то есть мы можем спокойно не переживать что мы что-то не так собрали есть здесь направленность сейчас еще подключим посмотрим на его rgb скажем так подсветку так во первых надо закрепить здесь есть винт крепление то есть интересная штука слушайте вообще type-c у нас коннектор хорошо вставляется и вставляем сразу в комп будем смотреть что у нас из этого получится оу засветился смотрите вообще он поддерживает плох and play у меня на компе уже настройка устройства он уже готов к использованию норм есть у нас так и как светится прикольно то есть он переливается для геймеров для стримеров идеальная штука при этом еще и за такие деньги за 46 долларов вообще нечего давайте тогда перейдем и потестируем его все-таки аж интересно мне стало все переходим слушайте переливается прикольно переходим на прямую съемку смотрите мы сейчас уже на нашем компьютере у нас загруженный доу премьер мы будем это все записывать напрямую в него без потери качества скажем так вы сейчас слышите сочетание микрофона рады плюс зум то есть это одно из лучших сочетаний которые есть но они абсолютно не подходят для стримов на них невозможно стримить уверен я возможно только это через какую-то там бабушку непонятную кого-то через чертову и здесь вот такой стрим микрофон кстати у нас здесь сверху есть кнопка выключение видите выключение включение подсветки здесь есть поп-фильтр я буду я вот так вот я могу вы сейчас можете оценить да там пусть пусть раз два три пусть пусть обычно при отсутствии поп-фильтра или допустим более дешевые микрофоны она такая знаете такое создает какой-то хреновый звук например я плохой и если у кого-то стоит акустика то это прям пробивает и люди жалуются сильно что там поставь поп-фильтр здесь по фильтр стройный мы сейчас попробуем и с ним и без него антишок работает хорошо мы сейчас берем в установках аудиооборудование микрофон меняем на наш весен чтобы вы все видели так вот по умолчанию микрофон у меня есть рейзер микрофон фифин да вот он микрофон фифин есть есть и можем в принципе уже пробовать давайте микшер аудио поехали записывать и так друзья сейчас услышите запись с микрофона именно с нашего вот этого фифина это стрим микрофон он кардиоидный то есть если мы его начнем переворачивать то вы соответственно будете слышать все это плохо то есть вы должны быть непосредственно перед ним по поводу поп-фильтров привет привет поп 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 то есть я не знаю пухкает или нет но мы сейчас снимем вот этот вот немножко шумно привет привет я не знаю в чем разница я для меня я послушаю конечно потом и услышу разницу на самом деле для меня вообще микрофон неплох неплохо потому что я ну конечно я уже оценил в качество звучания само собой после распаковки мне было интересно но давайте мы сейчас с вами то есть давать давайте так мы стримим мы на нем играем и мы получается в целевой аудитории то есть именно на этом микрофоне мы что-то ведем сейчас мы лёша ну по переключая буду говорить родные там рады и фифина там вот сейчас сейчас мы слушаем рады включился рады мы слушаем родные на петличке это максимально качественный хороший звук который я могу получить допустим у себя студии на текущий момент сейчас я переключаюсь на фифин и мы грубо говоря слышим как работает этот микрофон но это не все сейчас переключаемся на рады вообще оба микрофона мне ну реально нравятся это неплохие микрофоны для эксплуатации каких-то там не то блогинга конечно раз два три раз два три мы перешли на этот микрофон и давайте здесь поиграем себя им контролом то есть здесь сейчас мы ушли на минимум совсем в ноль пропадает и переходим на самый максимум наверное в захлёст идет немножко хотя слушайте уровне держит до красных не есть немножко gain control нормальный и вот это вот верхнее выключение она тоже работает ну что будем делать выводы мне очень сильно нужна ваша помощь очень уж интересно как это все именно в конечном итоге переходим на вы воды и конечно же на мой роды для того чтобы вы уже поняли было лучше или ли было также или было хуже и подходит ли он для game streaming переходим на резюме а выводы вы знаете за свою цену за 43 бакса за 40 ну за 44 почти это просто-напросто пушка пушка это даже лучше чем вот этот вот за сотку которой я тестировал ранее и он серьезно я тестировал микрофон за сотку и он мне понравился меньше чем вот этот вот маленький но во первых смотрите я могу с ним перемещаться легко он легкий поп-фильтр в комплекте он у него пластиковый корпус у него 192 килогерца а в этом кстати металлический корпус он больше он тяжелее и это не так удобно я вам скажу не так удобно как более легкий мне не нужен такой мощный пантограф для того чтобы держать большой вес этого микрофона в целом рекомендую с вами был бабл на техно зон пока